Партнер выпуска новостей. Торговый дом. Планета безопасности. В данной минуте я не могу точно сказать, но порядка полутора тысяч зарегистрированных участников в данный момент. Самому молодому еще не исполнилось два года, 2018 года рождения ребенок. Мальчик самому пожилому 1943 года рождения мужчина. Ну и женщины тоже примерно такого же возраста. Всего во всероссийской акции «Лыжня России» приняли участие несколько тысяч человек. И среди спортсменов оказались не только профессионалы, но и любители, новички и даже ветераны спорта. Я стараюсь, я тренируюсь. До этого я тренировался на озере Силикатное, у себя на даче. И думаю, еще много-много лет я буду принимать активное участие в «Лыжне России». Мероприятие одновременно состоялось сразу в нескольких местах. Во Владивостоке забег на лыжах начался у школы номер пять на острове Русский. Но самой массовой стала гонка в селе Калиновка в Спасском районе. Спортсмены бежали несколько дистанций – один, три, пять и десять километров. Один километр преодолели непрофессиональные любители лыжного спорта, а также самые маленькие участники соревнований. Ну, получается, чтобы он у нас был здоровенький, крепкий. Ну и спорт – это здоровье. Сколько ему лет? Три годика. Три года. А во сколько стал на лыжи? Впервые сегодня? Да, не, не впервые. Мы до этого тренировались, ну, где-то месяц, наверное. Другие трассы в три, пять и даже десять километров были подготовлены для профессиональных спортсменов. Хотелось пробежать пятерку, но тренера решили, что нужно бежать три километра. Но радостью, что победа есть небольшая. На лыжной гонке также присутствовал губернатор Приморского края Олег Кожемяка. И более того, он показал на собственном примере, как нужно относиться к лыжному спорту. Олег Кожемяка с легкостью пробежал самую длинную дистанцию в десять километров. Трасса великолепная. Есть такие подъемчики, неплохие, крутые спуски. Да, в общем, радует всем. И подъемами, и спусками. Настоящая пересеченка. Очень вежливые лыжники. Не было никаких особых падений. Уступали друг другу. Мне кажется, что для всех возрастов, от детей до старшего возраста, сегодня был большой праздник, и он удался. И действительно, праздник удался. Настроение всех гостей говорит само за себя. По количеству участников и географии их места жительства, это мероприятие можно назвать самым массовым зимним спортивным событием в мире. Забег был проведен в рамках социального проекта «Спорт. Норма жизни». Именно под таким девизом и прошло лыжное соревнование. Алина Кузина, Олег Завьялов. Новости на восьмом. С 12 февраля временно прекращает движение суда на воздушной подушке «Влад Регул». Причина – выходе из строя воздушного руля. Судно находится на ремонте. По этой причине рейсы по маршруту Владивосток-Остров Рейники-Остров Попова временно прекращаются до устранения неисправности. Ориентировочная дата возобновления перевозок – 25 февраля 2020 года. Как сообщили в Управлении транспорта администрации города на остров Попова, все рейсы парома «Босфор-Восточный» осуществляются по расписанию. Процесс по делу Игоря Пушкарёва возобновится в марте. Экс-глава Владивостока на время судебного разбирательства останется в сезон номер один. Об этом корреспонденту Реа Влад Ньюс рассказал адвокат Александр Высоцкий. Очередные заседания назначены на период с 3 по 13 марта. Напомним, рассмотрение 30 января в Советском районном суде гражданского дела о взыскании более 3 миллиардов рублей с экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, бывшего генерального директора «Восток-Цемент» Андрея Пушкарёва, бывшего гендиректора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова, а также шести предприятий, входящих в группу компании «Восток-Цемент», закончилось неожиданно для всех участников заседания. Суд удовлетворил ходатайство стороны защиты о привлечении к процессу в качестве третьих лиц администрацию Владивостока и муниципальное казённое учреждение «Дороги Владивостока». Игорь Пушкарёв сейчас находится в СИЗО Владивостока и участвует в судебных заседаниях по видеоконференц-связи. Министерство промышленности и торговли Приморья готовит обращение в Россельхознадзор для возобновления поставок овощей на Дальний Восток. Как сообщили на главной оптово-розничной базе края, китайские овощи у них практически закончились, и о новых поступлениях пока неизвестно. Сейчас продукция не поступает в регион из-за дополнительных требований карантинной службы Китая. Отметим, что региональный Минпромторг проводит ежедневный мониторинг наличия овощей в торговых сетях. За последнее время их розничная цена выросла на 30%. По словам экспертов, отсутствие поставок из Китая привело к дефициту овощей по доступным ценам. Сейчас они замещаются продукцией из Ирана, Израиля, Турции, Казахстана и Узбекистана. Учитывая логистику, эти овощи стоят дороже. После открытия границы в Приморье зашла 51 фура с 1350 тоннами товара. Овощи разошлись очень быстро. На сегодняшний день на базе осталось максимум 100 тонн товара. В Приморье обнаружен еще один очаг вируса африканской чумы свиней. Он выявлен на территории пограничного района, сообщает Реавладню со ссылкой на Россельхознадзор. Так, в трех из четырех исследованных образцов трубчатых костей диких кабанов выявлена ДНК вируса. Государственная ветеринарная инспекция и края должны быть введены ограничительные мероприятия. Отметим, на 7 февраля 2020 года на территории Приморья осталось 7 очагов вируса африканской чумы свиней в пограничном Ханкайском и Харольском районах. Напомним, вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен. Жители Приморья получили новые квитанции за вывоз твердых коммунальных отходов. По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, с января вывозом и переработкой бытового мусора занимается приморский экологический оператор. Теперь плата начисляется за количество зарегистрированных в жилом помещении людей. Так, ежемесячный платеж на одного человека, зарегистрированного в многоквартирном доме, составил 65 рублей, для частных домов – 116. При этом сохраняются все льготы. В случае, если данные в квитанциях были отображены некорректно, в том числе и о количестве зарегистрированных в жилом помещении людей, необходимо обратиться в МФЦ. Специалисты подчеркивают, что реформа в Приморье только стартовала. В связи с этим не исключены случаи несвоевременной доставки квитанций, некорректного отображения данных в них. А в тех домах, где наблюдались нарушения своего замотходов, будет сделан перерасчет. Прежде всего, это касается Ленинского и Первомайского районов Владивостока. Специальные комиссии проверяют качество питания в образовательных учреждениях Владивостока. Так, специалисты побывали в школе номер 39 на Эгершелле. Чтобы первому завтраку школьников все было готово, повара начинают работать на кухне с 6 утра. Меню расписано на 10 дней, и оно не повторяется. Специалисты Управления образования, представители родительской общественности и компании поставщика питания внимательно изучают брокеражные журналы, проверяют, где и как хранятся продукты, и, конечно, соответствуют ли приготовленные блюда заявленному меню. Проверки качества питания в образовательных учреждениях Владивостока проходят ежемесячно. Комиссии побывали уже во всех школах Фрунзенского района. Точных дат таких визитов администрации учебных заведений не знают. Бесплатно горячим питанием во всех школах Владивостока кормят учеников младших классов, а также ребят из малообеспеченных и многодетных семей. Для школьников с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено еще и дополнительное питание, напитки и булочки. Молодым учителям Приморья помогут соплаты ипотеки. Губернатор Олег Кожемяка побывал с рабочим визитом в школе номер 25 города Владивостока. Глава региона проконтролировал, как организована система питания в младших классах, и пообщался с молодыми специалистами. В учреждении сегодня работают 68 педагогов, 10 из них – начинающие профессионалы, которые ведут математику, английский и русский языки, физическую культуру и уже активно проявляют себя в том числе и во внеклассной деятельности. Во время беседы с молодыми учителями губернатор им напомнил о мерах поддержки, которые уже действуют в крае для начинающих сотрудников бюджетной сферы. Речь шла о выплатах подъемных, компенсациях за оплату съема жилья, ежемесячных доплатах к окладу. Кроме того, в прошлом году был принят закон о поддержке молодых специалистов в сфере здравоохранения и образования. Сегодня планируется внести корректировки в законодательство, чтобы деньги можно было направлять не только на аренду квартиры, но и на оплату ипотеки. Отметим, в 2016-2018 годах в образовательные учреждения Приморья пришли на работу всего 530 начинающих специалистов. В 2019-2020 учебном году в крае трудоустроили 394 молодых педагога. Дополнительную финансовую поддержку получат более 5000 приморских доноров. Выплаты традиционно начинаются в феврале. Право на эту меру социальной поддержки предоставляется гражданам, имеющим нагрудный знак «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР». После индексации в этом году размер данной единовременной выплаты составил 14 570 рублей. На эти цели направлено почти 76,5 миллиона рублей. Кроме того, доноры по закону имеют право на ежегодно оплачиваемый отпуск, неочередное оказание медицинской помощи, первоочередное приобретение льготных путевок на санаторно-курортное лечение. Сегодня в Приморье нет проблемы с донорской кровью. В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день. Основная дата, которая рассматривается, среда – 22 апреля, сообщает РБК. «Предполагается, что этот день будет объявлен выходным», – сказали два близких к Кремлю собеседника. Отмечается, что 22 апреля, 150 лет назад, родился Владимир Ульянов, Ленин. Также в этот день отмечается Международный день Матери-Земли, учрежденный в 2009 году на 63-й сессии Генассамблеи ООН. Идея провести голосование в будний день впервые прозвучала в конце января на заседании рабочей группы по подготовке поправок в основной закон. Идея принадлежит администрации президента и связана с расчетом на более высокую явку. Партнер выпуска новостей – торговый дом «Планета безопасности». Хотите знать, когда приходят ваши сотрудники? Кто звонит вам в дверь? Где поставить машину? «Планета безопасности» ответит на ваши вопросы. Никто не опаздывает, только желанные гости. Нет проблем с парковкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова